Девушки отдыхают Добрые были времена И люди тогда были приветливее А какие бывали пиры Какие девушки Ну, работать тоже приходилось Мозги напрягать Впрочем, это только на пользу И все-таки счастливое было время Да, еще были соседи Добро пожаловать на тренировочную площадку цитадели Здесь вы научитесь всему, что нужно знать Чтобы возвести замок и управлять им Первое задание Найти подходящее место для построек Чтобы просмотреть карту Подведите указатель мыши К краю экрана Первое, что нужно сделать Найти место, где можно разместить замок Щелкните общинный дом А затем найдите свободную Ровную площадку на карте Перемещайте указатель мыши по карте И в подходящем для постройки месте Вы увидите изображение строения Выбрав место, нажмите левую кнопку мыши Древесина из ваших начальных запасов Автоматически перемещается на склад Теперь ее можно использовать в строительстве Кроме общинного дома и склада Вы видите костер Наведите на него указатель мыши Появляющееся цветное кольцо Индикатор прироста населения Чем выше ваша популярность Тем быстрее растет население Каждый раз, как кольцо заполняется Зеленым цветом полностью Появляется новый крестьянин Который будет стоять у костра В ожидании работы Если кольцо становится красным Это означает, что вы непопулярны Тогда оно показывает С какой скоростью ваши подданные Покидают вас В левом верхнем углу экрана Вы видите, сколько у вас начальных ресурсов И в том числе провизий Но для того, чтобы воспользоваться ими Нужно построить амбар Щелкните изображение амбара Выберите подходящее место И щелкните карту Чтобы разместить амбар Ваш начальный запас провизии Будет перемещен в амбар А ваши крестьяне Смогут нормально питаться Щелкните правой кнопкой мыши Чтобы выйти из режима строительства Затем левой кнопкой Щелкните амбар Чтобы вывести панель припасов Хорошо Панель припасов позволяет точно знать Каковы ваши запасы провизии А также изменять рационы Справа на панели Вы видите пять тарелок С разным количеством пищи Они обозначают пять типов рациона От «не выдавать» до «двойного» В начале игры рацион по умолчанию полный Щелкните тарелку с большим количеством еды И установите двойной рацион Благодаря вашей щедрости Ваша популярность сильно возрастет А индикатор ее сменится улыбающейся маской Недостаток двойного рациона в том Что теперь запасы расходуются в два раза быстрее Скорость расходования запасов провизии Отображается на специальной шкале А заглянув в амбар Можно просто увидеть Как единицы провизии исчезают оттуда Щелкните правой кнопкой Чтобы покинуть амбар А затем левой кнопкой Щелкните общинный дом Чтобы вывести налоговую панель Она покажет текущий уровень налогов И позволит вам его изменять Уровень налогов варьируется От выплаты щедрого жалования До откровенно грабительского налога В начале игры установлен уровень Налогов нет Так что вы не получаете И не расходуете деньги Щелкайте правую стрелку до тех пор Пока не установится уровень Тягостных налогов Теперь вы каждый месяц Получаете в казну немного денег Но ваша популярность Резко снизилась Все правильно Писарь отчитывается вам За вашу популярность Финансы и прирост населения Выражение его лица Соответствует уровню вашей популярности Книга отчетности у него в руках Предоставит вам нужную информацию О вашем поселении Большая цифра вверху Рейтинг вашей популярности Щелкните книгу левой кнопкой мыши Теперь вы видите панель отчетности Щелкните кнопку популярности Здесь вы видите Как повлияют на популярность Ваши действия в следующем месяце Влиять на популярность Можно двумя способами Менять выдаваемые рационы И уровень налогов Если ваш рейтинг выше 50 К вам будут присоединяться новые люди Если меньше Начнут разбегаться уже имеющиеся Сейчас уровень налогов и рациона Снова будут выставлены по определению Как в начале игры Щелкните правой кнопкой Чтобы закрыть книгу отчетности Теперь вы уже умеете размещать На карте здания Обращаться с налогами и рационами А также влиять на свою популярность Теперь посмотрим Каковы возможности Дальнейшего развития вашего поселения В нижней части экрана Расположены 6 щитов Это кнопки Позволяющие выбрать Тип зданий для строительства Набор зданий данного типа Отображается на свитке над щитами Наведите указатель мыши На щиты кнопки Щиты будут выделяться цветом А над свитком Вы увидите описание для каждой кнопки Выберите тип добычи ресурсов Щелкнув щит с изображением морда Щелкните изображение лесопилки на свитке И построите 4 лесопилки поближе к деревьям Затем щеткните правой кнопкой Чтобы выйти из режима строительства Вы молодец! Теперь вы видите Что четверо крестьян Около костра Стали дровосеками И начали заготовку дерева Скоро запасы дерева на складе Начнут пополняться Теперь пора начать пополнение запасов продуктов Щелкните амбар Количество имеющихся у вас продуктов Отображается в двух видах Как абсолютное число единиц провизии И как число месяцев На которые ее хватит Для выхода щелкните правой кнопкой мыши Выберите тип сельское хозяйство Щелкнув щит с изображением яблока Постройте 4 охотничьих избушки И оставшиеся крестьяне Займутся охотой Хорошо сработали Когда охотники заготовят мясо Они отнесут его в амбар Следите за тем Чтобы провизии заготавливалось Не меньше, чем тратилось Нижняя запись в книге отчетности Отображает текущую численность населения И максимальную, которая зависит от направления Сейчас там написано Что у вас 8 человек из 8 возможных И это значит, что общинный дом уже полон Выберите тип городские строения Щелкнув щит с изображением дома И постройте хижину Теперь у вас есть свободное жилье И население снова начнет расти Каждая хижина смещает до 8 человек Ваше поселение растет Но растет и число голодных ртов Теперь вы узнаете Какие существуют дополнительные игровые возможности Чтобы повернуть карту Переместите указатель мыши в центр экрана Затем нажмите и удерживайте правую кнопку Появятся значки управления камерой Наведите указатель мыши на значок вращения Вверху Чтобы уменьшить масштаб Нажмите правую кнопку Наведите указатель мыши на значок масштабирования Справа и отключите кнопку Чтобы вернуть предыдущий режим Повторите операцию Чтобы перейти в полный экранный режим Нажмите правую кнопку И удерживая ее Наведите указатель мыши на значок Полный экран Слева И отпустите кнопку Чтобы вернуть обычный режим Повторите операцию Нажмите и удерживайте правую кнопку Пока не появятся значки управления камерой Наведите указатель мыши на нижний значок Высокие предметы Вроде стен или скал Окажутся как бы срублены под конем И вы сможете увидеть Что находится за ними Отпустив кнопку Вы вернете изображение Первоначально Поздравляем вас Вы закончили обучающую игру Теперь вы готовы начать Свою первую миссию в Цитадель Хотите продолжить игру На этой карте Субтитры создавал DimaTorzok Когда король выступил в поход против варваров По стране сразу же поползли слухи О готовящемся заговоре А когда пришли вести о том Что король попал в плен В стране сразу вспыхнула гражданская война Несколько дворян И в том числе ваш отец Решили остановить кровопролитие Но когда они собрались вместе Чтобы провести переговоры То были перебиты банды неизвестных Раненые и измученные Вы с трудом добрались До всеми забытого полуострова Где собрались остатки верных королю войск Хотя страна видимо потеряна Но может быть вам удастся хотя бы отомстить за отца Нам следует поторопиться Нужно ковать железо пока горячо Только не это У нас мало людей Нас просто перережут как овец Мы должны переждать и собрать все силы Чушь! Я возьму шестерых моих лучших людей И под покровом ночи Мы проникнем на территорию врага И... Нет-нет, послушайте Наши люди вот-вот начнут голодать Вот что мы должны сделать Яростные споры продолжались далеко за полночь И, наконец, лорд Вудсак вызвал вас к себе Сэр Лонгарн говорит, что хорошо знал вашего отца Поэтому я дам вам шанс проявить себя Пора вам попробовать себя в деле Нам нужно, чтобы вы организовали устройство постоянного лагеря Найдите подходящую вырубку в лесу Здесь достаточно дерева, чтобы начать постройку Разместите ваш замок, милор Постройте амбар, сэр Постройте амбар, сэр Нужно дерево Никаких налогов Это приятно Доброе утро, ваша светлость Никаких налогов Это приятно Это приятно Доброе утро, что я Наш золотой запас стабилен. Запасы провизии убывают, мой лорк. Послание от вашего писателя. Поблизости обнаружены звериные тропы. Послание от вашего писателя. Разведчики докладывают, что поблизости бродят стаи волков. Нам нужно помещение для хранения припасов. Продолжение следует... Победа! Пока люди переносят припасы в амбар, Сэр Лонгарм и Лорд Вулсак осматривают лагерь. Хорошо сработано. Неплохо для первого задания. Да что вы, этот идиот устроил лагерь прямо посреди волчьей тропы. Так это же отличная возможность попрактиковаться перед настоящим делом. Хм, теперь придется высылать разведчика, чтобы найти место получше. День ото дня лагерь подвергается нападению волков, А их постоянный вой не дает людям спать. Ситуация готова выйти из-под контроля, Но тут возвращается разведчик лорда Вулсака, И теперь вас вызывает в палатку командиров. Сэр Лонгарм убедил меня дать вам еще шанс. Мы нашли остатки заброшенного форта. Каждую зиму это грабство наводняет волки, Так что вы должны привести форт в порядок как можно быстрее. Сейчас провал может привести к катастрофе, Так что будьте начеку. Чтобы обеспечить безопасность людей, Вы должны укрепить форт до наступления зимы. Пусть ваши лучники убьют как можно больше волков, Угрожающих крестьянам. Постройте амбар, сэр. Нужно дерево. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Боже! Спаснили. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошие налоги? Это когда их нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Послание от вашего писаря Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok